На совещании будут участвовать наши персонажи, наши цифровые двойники. Ну а почему нет? Виза запустила новый сервис, и вы можете через свою Алису на своем смартфоне сделать в ресторане заказ. Зачем нужен официант? Они уже набрались этих кредитов, как собака-блок. Безусловно, это хреново. У криптовалют будущего нет. Привет, друзья! Сегодня четверг, а это значит, что сегодня я вам рассказываю о том, что я думаю по поводу того, что происходит в мире бизнеса. Это обзор новостей. Итак, новость, международная новость, большая новость, которая волнует россиян, русскоговорящих людей и вообще предпринимателей по всему миру. Павел Дуров проиграл битву с мировым господством доллара. Ну о чем здесь идет речь? О том, что Павел Дуров задумал некоторое время назад создать собственную криптовалюту. Начал этот проект, начал с определенного фондрайзинга, то есть он привлекал инвесторов, которые вкладывались в эту криптовалюту. Он нас собирал, насколько я помню, 1,7 миллиарда долларов. Это очень большой объем средств для старта криптовалюты. Ну и учитывая, что Павел Дуров владеет мессенджером Телеграм, которым миллионы, миллионы, там, наверное, десятки миллионов пользователей по всему миру, то у него были все шансы на успех. Но что произошло и о чем, собственно говоря, новость? О том, что комиссия по ценным бумагам Соединенных Штатов признала этот проект. И вот эти инвестиции, которые собирал Павел, признала это инвестициями в ценные бумаги. И заставила Павла Дурова вернуть полностью все средства, которые были проинвестированы в этот проект, вернуть инвесторам и заплатить штраф. Потому что это нарушает законодательство Соединенных Штатов. Ну, то есть на этом история, как бы, телеграммка криптовалюты, она, собственно, закончилась. Естественно, Павел Дуров абсолютно несчастлив. Колоссальные крупные инвесторы. А что касается инвесторам, в этой же статье здесь написано о том, что денежки вложили в этот проект довольно много больших, богатых ребят. Сейчас не буду даже об этом говорить, не в этом суть. Но история здесь следующая. То есть первое, это то, что если ты хочешь играть на рынке безопасном, на рынке богатом, таком, как Соединенные Штаты, если ты хочешь продавать в Соединенных Штатах услуги, особенно финансовые услуги, ты должен понимать, что эта область очень хорошо регулируемая. Потому что банковская финансовая система США одна из самых, или, наверное, самая надежная в мире. Почему она самая надежная? Потому что существуют, опять же, определенные правила, существуют комиссии, существуют законы. Ну, безусловно, безусловно, все равно, как бы, есть риски и так далее. Но, по крайней мере, эта область очень хорошо отрегулирована, и она очень хорошо управляется. И поэтому, и именно поэтому в этой области так много денег. Поэтому, если ты хочешь зарабатывать много денег в этой области, будь добр, следуй правилам. И для меня, ну, если честно, это звучит довольно дико. Это то, что собрав 1,7 миллиарда долларов, никто особенно не позаботился о полноценном юридическом бэкапе, о полноценной юридической поддержке, о том, чтобы это было все легально, правильно, изначально. Это очень странная идея. Возможно, это, знаете, есть такое понятие, когда человек, добившись какого-то успеха, у него начинается некоторое головокружение, он теряет некоторую связь с реальностью, некоторую адекватность и попадает, в конце концов, в ловушку. Ну, вот такая вот проблема. Ну, это первый момент. Второй момент, смотрите, почему это произошло. Вообще, что касается ценной бумаг, криптовалют и так далее. Часто задают вопросы, а что с криптовалютами, есть ли у них будущее. Смотрите, моя точка зрения следующая. У криптовалют будущего нет. Есть будущее у криптодоллара, есть будущее у крипторубля, есть будущее у криптогривны, у криптоевро. Но будущего, настоящего у криптовалют, как независимых от каких-то центробанков, просто нет. Ну, просто по той причине, что никто не позволит этому инструменту существовать. Деньги, денежная масса, это определенный инструмент управления экономикой. Это определенный инструмент контроля. Это, наверное, самый мощный экономический инструмент и самый мощный инструмент контроля в современном мире, цивилизованном мире. И когда появляются проекты, которые пытаются этот инструмент сделать неработающим, то есть, например, расчеты в криптовалютах, то, естественно, пока это какие-то начальные проекты, пока они не оттягивают на себя какой-то значительный объем расчетов, им будут позволять существовать, потому что это круто, это интересно, это позволяет осваивать новые технологии, это позволяет моделировать, что произойдет, это позволяет, в конце концов, готовить технологии для будущего криптодоллара, криптоевро, крипторубля. Понимаете, пускай они там себе играют, но когда объем операций, которые уходят к криптовалюту, становится значительным, когда он станет значительным, эти проекты будут прикрыты. И они будут прикрыты очень просто, и вы видите именно то, как они прикрываются. Не соответствует законодательству. Дальше какие-то злые бяки, террористы, преступники, наркоторговцы, значит, используют их для того, чтобы совершать свои операции, вести свой бизнес, поэтому давайте мы это дополнительно будем регулировать. Я не говорю здесь ни о каком заговоре. Ну, это не вопрос заговора, это не вопрос теории заговора. Это просто обычный здравый смысл. У вас есть, вы построили банковскую систему для того, чтобы управлять экономикой, и тут появляется кто-то, кто пытается создать альтернативную банковскую систему, и пока он там микроскопический какой-то, его на горизонте не видно. Ну ладно, пускай ребята играют, осваивают новые технологии, это забавно. Как только это становится большим, ну, зачем нам это нужно? Давайте мы это уберем. И поэтому становится зарегулированным перевод, например, там, не знаю, долларов в криптовалюту, и обратно, и все остальное, все это становится сложным и перестает работать. И со временем криптовалюта объявляется вне закона. То, что я вам сейчас рассказываю, это просто логика, на которой построена экономика. Поэтому исход, как бы, связанный с Телеграмом и с валютой Павла Дурова, он тоже, в принципе, достаточно очевиден. Кому из людей, которые сегодня управляют экономикой, государствами, валютами, кому нужны криптовалюты? Такие, как криптовалюта Павла Дурова. Нет, они не нужны. И поэтому законодательство создано таким образом, чтобы они не появлялись. А если они появлялись, то все равно являлись аутсайдеры. Вот, поэтому жаль, что этот проект, я думаю, что он имел гораздо большие шансы на жизнь и на существование, если бы изначально был правильно и легально продуман. Вот, если ты приходишь, как говорится, в чужой монастырь, то не надо идти туда со своим уставом, как говорит пословица русская. Следующая новость звучит так. Виза запустила оплату голосом по картам в нескольких ресторанах Москвы. Насколько безопасен такой прием платежей и так далее. Речь идет о том, что Виза запустила новый сервис, который работает через голосового помощника Алису Яндексовскую. Идея заключается в том, что вы приходите в ресторан, и вы можете через свою Алису на своем смартфоне сделать в этом ресторане заказ. Ну и, соответственно, рассчитаться, опять же, бесконтактно своей картой в этом же ресторане. Сервис называется Бортелло. Сейчас он тестируется больше, чем в 30 разных заведениях. С моей точки зрения, очень интересный сервис, потому что меня лично иногда раздражает, когда я прихожу в ресторан, и несколько минут я должен ждать официанта. Хотя, в принципе, я мог бы сказать, что мне нужен стакан воды без льда, или горячий кофе, или что-то еще. Я мог бы сказать голосовому помощнику. И это выглядит достаточно естественно. Ты приходишь в ресторан, хостес тебя проводит, ты садишься за столик. Даже если бы там был какой-то QR-код, там, я не знаю, отсканировал, кликнул и сказал, принесите мне стакан воды с лимоном, или чашечку кофе, капучино, там, соем, молоком, или что-то в этом роде. Бац, тебе принесли. Зачем нужен официант? Ну, на этом этапе, да. Когда мы говорим, конечно, о хороших ресторанах, там, где есть особенности блюд, я в любом случае стараюсь общаться с официантом, потому что всегда хочется спросить, что у вас здесь самое вкусное, популярное, что люди заказывают, что заказывают любители мяса, что заказывают любители овощей, и так далее, и так далее. То есть, живой официант, это на самом деле круто. Хотя, я думаю, технологии до этого дойдут. Но, почему я упомянул об этой области, об этой новости? Потому что, ну, не очень понятно, и статья такая достаточно скептичная о том, что далеко не все банки это поддерживают, далеко не у всех банков есть, а вообще подобные проекты и так далее. Но, что я вам хочу сказать, такие проекты мега важны, потому что они расширяют нашу реальность, они расширяют наши подходы. Мы смотрим на то, как это происходит, начинаем думать о том, как это можно использовать в наших реальных сервисах, магазинах и так далее. Сегодня вообще очень интересное время для предпринимательства. Есть колоссальное количество технологий, которые могут помогать нашему бизнесу, мы даже не знаем об их существовании. Так что Visa молодцы, молодцы, что они это начинают делать. В этой области еще много проблем, например, там через голосовые помощники невозможно сделать аутентификацию человека. Это обычно сейчас делается либо через отпечаток пальца, или через Face ID, либо каким-то еще способом. То есть, там есть свои сложности в этой области, но, тем не менее, они раздвигают реальность. Понимаете, они делают вот эти шаги, и вполне возможно, что скоро появится кафе, как это есть у нас во всех аэропортах Соединенных Штатов. Есть кафе, куда ты приходишь, там планшет, ты в планшет тыкаешь, никаких официантов нет, тебе просто с кухни приносят то, что ты заказал, и все. И там же ты рассчитываешься. Все очень легко и просто. Ну, а почему не может быть подобного, когда я пришел, сел за столик со своим смартфоном, сосканировал какой-то код и сделал все то же самое, да еще и плюс голоса. Просто сказал, а ну-ка, дружище, принеси ко мне чашечку-кофейку. И голосовой помощник ответил, слушаюсь, барин, что-то в этой области. Вот, классная штука на самом деле. Почитайте эту статью. Сегодня хорошее время задуматься над тем, как мы с вами можем усилить наш бизнес. Я не знаю, вот в курсе вы или нет, расходы на самом деле на официантов во многих заведениях довольно большие. То есть с этим связана большая статья расходов. Также с официантами связан большой процент недовольств клиент. Понимаете, начиная от того, что понравился, не понравился, так разговаривал, не так, правильную эмоцию выбрал, неправильную эмоцию и так далее. То есть это официант, это человек, который при высоком уровне профессионализма может очень сильно принести огромную колоссальную пользу и гостю, и заведению. Но при низком уровне профессионализма, что зачастую часто встречается в этом бизнесе, он может все и испортить. Так что, с моей точки зрения, это классная новость, то, что виза через голосовые помощники приходит в каждый ресторан, за каждый стол. С новой звучит так. Школа жизни в Майнкрафт, как создатели игр, заработали на школьников. Ну, как всегда, на эти заголовки, они все преувеличивают. Речь идет вот о чем. О том, что сегодня в Соединенных Штатах школы закрыты физически, дети учатся удаленно. В частности, моя дочка, вот ей объявили, что до середины октября она будет получать уроки только в онлайн. Каждый день я с ней разговариваю об этом. Просто мне интересен ее опыт, как это все происходит и так далее. Как она делает уроки. Моя дочь мне рассказала то же самое, что написано в этой статье, что несколько недель назад ее школьный учитель начал проводить с ними уроки в Роблоксе. Роблокс это такая игра, это такая компьютерная вселенная, очень упрощенная. И учитель собирает там учеников и проводит для них уроки. Детям это необычайно нравится, учителям это тоже нравится и так далее. И в этой статье описаны подобные примеры. Я могу вам сказать, что три дня назад с одним из своих друзей и партнеров мы обсуждали возможность проведения совещаний по стратегии Red Dead Redemption. Есть такая игра, тоже open world игра Red Dead Redemption 2. И он сказал, ну у меня там есть свой кабак, своя таверна или свой кабак в Red Dead Redemption. И он говорит, а давайте мы там будем собираться и будем там проводить совещания. Ну а почему нет? Собственно говоря, есть персонажи, есть место. Это то, что сегодня происходит, друзья. Компьютерные игры, особенно вот эти open world компьютерные игры, там где можно собираться большими группами. Мы очень скоро это увидим, мы очень скоро увидим мозговые штурмы по стратегии в каких-нибудь играх типа Red Dead Redemption или еще какие-то. Или Roblox для детей. Мы скоро увидим конференции, которые проводятся где-нибудь на окраине леса Red Dead Redemption или проводятся где-то в каком-то вообще игровой вселенной фей в Roblox. Мы с вами увидим деловые совещания. Ну а почему бы, собственно говоря, и нет? Почему бы и нет, если это работает, это создает эмоции и так далее. Сегодня происходит очень интересный перелом. Благодаря всем этим трендам мы потихоньку виртуализируемся. И первый этап, наверное, виртуализации это то, что мы используем Zoom и мы видим друг друга. Вполне возможно, скоро это придет к тому, что на совещании будут участвовать наши персонажи, наши цифровые двойники. И там вы сможете отрастить себе бороду или вырастить какие-нибудь крылья или что-нибудь еще и проводить при этом совещание, решать деловые вопросы. Это то, что реально сегодня происходит. Это может звучать странным, это может выглядеть диким. Но не удивляйтесь, если через несколько лет это станет нормой, когда, приходя на совещание серьезной корпорации, вы будете видеть, в общем-то, довольно виртуальных персонажей, которые выглядят совершенно не так, как в реальной жизни. И на полном серьезе заниматься бизнесом, принимать стратегические решения и так далее. Нас все это ожидает. Надо подумать о том, как это вкрутить в деятельность компании. Следующая новость касается закредитованности россиян. Центробанк зафиксировал рост числа россиян с долгами сразу по нескольким кредитам. Здесь надо отметить, что на 1 апреля 2020 года вообще количество граждан России, которые имеют какие-то кредиты, было чуть больше 40 миллионов. И статистика говорит о том, что примерно третий из них имеют больше, чем один кредит. А это, соответственно, 12,8 миллионов. Еще год назад, в октябре 2019 года, Центробанк довел определенное регулирование. То есть установил новое регулирование, при котором организации, которые дают кредиты, должны принимать во внимание закредитованность. Человека, когда он берет кредит, и, соответственно, чем более он закредитован, тем большие надбавки по кредиту должны быть. То есть, грубо говоря, кредит ему обойдется дороже. А финансовые организации таким образом могут компенсировать те риски, которые при этом возникают. Ну и идея заключалась в том, что чем дороже, грубо говоря, эти деньги будут заемщику обходиться, тем меньше будет желания занимать и, соответственно, тем будет более оздоровлена ситуация. Вообще, если честно, дурацкая идея. Просто то, как это происходит в цивилизованном мире. Довольно просто. Ты хочешь взять в Соединенных Штатах кредит, у тебя есть кредитный рейтинг, который отчасти зависит от твоей закредитованности, отчасти зависит от того, как хорошо ты выплачиваешь кредит. В основном. Дальше. Если ты хочешь взять большой кредит, ты хочешь купить дом или что-то такое, то заемщик, вернее, организация финансовая, она оценивает, какую долю от твоего дохода составляют выплаты по этому кредиту. Например, есть такое примитивное правило, что вам не дадут ипотеку, если вы не можете подтвердить доход, как минимум в 3-4 раза больше, чем ежемесячный доход, 3-4 раза больше, чем выплаты по ипотеке. Ну, довольно разумно. При этом, сами проценты по ипотеке, они, собственно говоря, да, они зависят от вашего кредитного рейтинга, но там диапазон небольшой. Смотрите, первое, вот по поводу этой новости, первый момент, безусловно, это хреново. Это означает, что Россия беднеет, это означает, что людей, которые выживают только перекредитовывая, становится больше. Это плохо, потому что это потребление, и в конце концов все эти кредиты надо будет выплачивать, люди попадают в проблемы и так далее. То есть это не говорит о росте процветания. Это первое, это хреново. Второе, о чем это говорит, вот с моей точки зрения, более разумно было бы не повышать этим людям ставки, а просто ввести регулирование, при котором человек, который закредитован, он не может брать новые кредиты. Это важно на самом деле. Это действительно важно. То есть, потому что повышая ставки, ну, вы сами прекрасно понимаете, что люди, которые сильно закредитованы, они уже неразумны в отношении денег. Они уже набрались этих кредитов, как собака-блох, и они перекрывают одни другими. Они уже неразумны. То есть, если вопрос как бы дать им еще, повышая ставки, это не работает, это не является решением на самом деле. Поэтому я бы, ну, с точки зрения просто гуманности, я не думаю, что это классная идея на самом деле, просто повышать ставки. Но тенденция тревожная, нам нужно это принимать во внимание. Естественно, если вы работаете с населением, если вы используете какие-то при покупке ваших товаров, услуг, ваши клиенты берут финансирование, естественно, по вам это ударит. Потому что чем более закредитованы становятся люди, тем сложнее получить финансирование. Поэтому смотрите на то, как переориентироваться, как учесть эту особенность в меняющемся рынке. Следующая новость про очень успешный стартап, который вышел на рынок Соединенных Штатов. Это российское приложение Сказбука. Это приложение для обучения детей алфавиту, логике, каким-то самым основным, геометрическим фигурам и всему такому прочему. Но идея этого приложения заключается в том, что ребенок обучается в процессе игры, причем персонифицированной игры. То есть, когда родитель заполняет профиль на ребенка, он указывает его возраст, пол, его круг интересов. И, соответственно, в зависимости от этого меняется сценарий игры. Грубо говоря, одних детей будут обучать морские животные, другого ребенка будут обучать котики, третьего там собаки, ну и так далее, и так далее. Ну и идея заключается в том, что изучение алфавита, изучение цифр, изучение геометрических форм производится через игру. Радужная зебра устраивает путешествия, они кормят там, не знаю, морских котиков или они там делают что-то еще. При этом ребенок получает какие-то самоцветы, какие-то бонусы. Это все превращено в игру. И это третья версия уже Сказбуки. Первые две не были удачны. Вот третья версия, можно сказать, этого проекта действительно выстрелилась, заработала около миллиона долларов. На него обратили внимание инвесторы, вложили еще 4 миллиона долларов, собственно говоря, об этом статья. И это приложение, этот сервис развивается. Я могу вам сказать, что это как раз пример того, как реально существующая потребность, а у современных родителей есть потребность в обучении детей, сочетается с новыми технологическими возможностями. Вообще вот этот тренд сегодня, превращать все в игру, это большой тренд. Кстати, довольно интересно, что это происходит в школах, об этом говорят в бизнесе, в наших программах консалтинговых мы активно используем разные инструменты геймификации. Почему? Да просто по той причине, что в этом случае процессом гораздо легче управлять. Если ребенок увлечен игрой, вам не надо заставлять его делать скучные задания, тратить на это какие-то силы, какое-то внимание, он уже увлечен игрой, он делает то, что вам нужно. То же самое со взрослым. Те же самые подходы мы используем в управлении персонала в компании, мы превращаем обычную рутинную работу в игры, соревнования с бонусами, призами, досками почета, досками прогресса, бейджами за особые достижения и всеми такими подобными вещами. Это потрясающе работает. Ну и вот это вот хороший пример, как вокруг этого можно сделать бизнес в такой, казалось бы, традиционной области. И поверьте мне, мы увидим еще очень много успешных стартапов, успешных новых продуктов, где обучение сочетается с геймификацией, с играми и далеко не только для детей. Далеко не только для детей, это будет для сотрудников, для взрослых и так далее, и так далее. Но даже если вы сейчас занимаетесь бизнесом, задайтесь вопросом, есть ли какой-то сегодня инструмент, который позволяет вам геймифицировать и графицировать, превратить в игру, например, ежедневную работу ваших сотрудников. И вы так посмотрите по странам и скажете нет. И его действительно нет. Потому что нам, например, для того, чтобы геймифицировать наши длинные консалтинговые программы, нам пришлось делать специальные доработки уже имеющихся продуктов, потому что мы не смогли найти готовое решение. Это рынок? Да, это рынок. Большой? Да, просто колоссальный. То есть в этой области, в области превращения разных видов деятельности в игру, есть потрясающие возможности, обратите на это внимание. Дорогие друзья, если вам понравился этот обзор новостей, не забывайте подписываться на мой канал, лайкать видео и жмите на колокольчик, чтобы получать обновления. Я буду стараться каждую неделю вам рассказывать о новостях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!